Друзья, нигде так не ждут Новый год, как в детском саду. Ну а такой ребёнок наверняка был в каждой группе. Так, дети, здравствуйте, Картункова в угол. Зачё я ещё ничего не сделала? А что, мы ждать будем? Иди. Картункова в угол, Картункова в угол. Так, всё, тихо, ребятки, сейчас мы будем разгадывать загадки. Ножницы, огурец, расчёска, груша. Так, Картункова, ну если ты самая умная, может быть, ты нам загадку загадаешь? Лает и кусает, потому что её никто не раздевает. А? Кто это, а, Екатерина Ивановна, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ты у меня останешься без запеканки? Пофиг. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот Дедушка Мороз придёт на Новый год и спросит, кто себя плохо вёл в этом году? И что ты скажешь? Толик. Какой Толик? Сердюков, прикинь? Так, ты у меня весь день в углу простоишь. Всё, детки, тихий час, всем спать. А кто не будет спать, поставлю в угол Картунковой. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодняшний стем-фитнес по-студенчески, версия команды КВН БАК-соучастники. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да кто орёт? Ты орёшь! Ты не уважаешь старших! Ты не уважаешь младших! Я твоя мать! Я твоя дочь! Ладно, давай спокойно поговорим. Куда ты собралась? Ну, ма, я же сказала, на фитнес. Какой фитнес? Три часа ночи! Я тебя вчера до семи утра прождала. Ты где была? Ну, ма, я же сказала, в клубе. Что ты врёшь? Мать, все клубы обошла, автопатия бегала. У матери от самбуки до сих пор голова болит. Не было тебя там! Ну, ма, ладно, допустим, я дралась. Что ты врёшь? Мать, все драки обошла. У матери от блоков. До сих пор руки синие. Ты где была? Ну, ма, ладно, я была в сауне. Что ты врёшь? Мать, все сауны обошла. Мать, 18 килограммов сбросила. Не было тебя там? Ну, ма, хорошо. Допустим, я была с ним. Да что ты врёшь, мать, всех их обошла. Да, мать, всех их обошла, когда тебя ещё не было. Что ты врёшь? Мать, для тебя всё сделала. Отца выгнала, врача вызвала. В суде ложные показания дала. Ма, ты не понимаешь. Да что толку от твоего фитнеса, если ты турникет в метро перепрыгнуть не можешь? Ма, а про тебя соседи говорят, что ты была в тюрьме. Да врут они всё. Волки позорные. Ма, что ты так уговоришь? А ну не дерзи. Ты как с матерью разговариваешь, мать? Тебе в отцы годится. Ой, мам, много ты понимаешь. А вот понимаю. Маму интуиция только один раз в жизни подвела. И вот она, ты. Ма, да из-за тебя от меня все парни шарахаются. Запомни, дочка, прежде всего ты человек, а уже потом невысокого качества. Отца с матерью не жалеешь, так хоть отчима пожалей. Мам, мне не нужен отчим. Я за Вовку замуж выйду. Отчим ей не нравится. Дядя Серёжа хотя бы у нас в ванне золотую цепочку забыл. А твоего у Вовки какой толк? Ма, ты не понимаешь. Конечно, мать у тебя дура, мать глупая. Только почему-то мать на всех фотографиях в центре. Мать, мать, дай денег. Зачем тебе деньги? Я тебе шубу купила? Нет. Сапоги купила? Нет. Колготки купила? Нет. Чё ты ещё от меня хочешь? Мать занимается оккультизмом и медитацией. Мать, чё такое медитация? Теперь я могу предвидеть будущее. Дочка, на твоём пути будут попадаться только одноногие парни. Ну, мам, может, длинноногие? Может быть и длинноногие, но одноногие. Через год ты поправишься. Что? Ой, не с того начала. Через месяц ты заболеешь, а вот через год ты поправишься. Мать, чё ты такое говоришь? Чё я такое говорю? На, посмотри. Что это? Что это? Счёт за телефон полторы тысячи рублей. Со Светкой она по восемь часов разговаривает. Трудно за соседнего подъезда сходить. В своё время Ломоносов в Москву пешком шёл. В 1799 году Суворов через Альпы перешёл. Мать, ты к чему? Это я к тому, что простой учитель истории не может себе позволить полторы тысячи рублей за телефон. Ломон, ну ничего, отец вернётся, он с тобой поговорит. Ма, он же от нас 10 лет назад ушёл. Ну, так он на 10 лет и уходил. Ма, чё за мужик к нам вчера приходил? Телемастер. Ма, у нас же нет телека. Не вижу логики. Анечка, пойди бабушкину шубку померь. Завтра к нам нотариус придёт. Ма, я не хочу, я пошёл на фитнес. Да какой фитнес в 3 часа ночи? Ма, ты не понимаешь, федеральная программа по оздоровлению нации работает круглосуточно. Папа, у меня удочка запуталась. Опять? Ну, понимаешь, я Риву поцеплю. Не ори. Ну, Риву поцеплю. Чё орёшь? Чё орёшь? Не будет ора, будет клёв. За удочками смотришь. Чего? Чё? Чё? За удочками смотри. Пожалуйста. Ну, клюёт же. Какая? Сейчас утащит, кто-то в холодный пруд плюх-плюхнется. Папа, где есть у какая из них? Я запутался. Какая? Вот это, вот поцепай, вот, вот поцепай, вот десятая, вот. А что ловите? Нахрен! Утащила, жалко. Папа, что я тебе буду ловить? Леща. А как? Иди сюда. Папа, иди сюда. Папочка! 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 Но и та, и другая команда, будучи чемпионами, решили, что они обойдутся и меньшими силами. Итак, Стэм из жизни отдыхающих. Пятигорск. Зимой мы показывали вам, как папа и сын наряжают ёлку, а летом они поехали на море. Запомни, сын, отдых – это тяжёлый труд. Труд сделал из обезьяны человека, а отдых превращает человека обратно в обезьяну. Отдыхай, загорай, слушайся отца. Отец плохому не научит. А сейчас иди и принеси мне вон тот бумажник. Но это же дядин бумажник. Российское законодательство предусматривает приношение детьми до 14 лет дядиных бумажников. АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе сколько лет? Семь. Мне в твои годы. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а почему мы уехали, а маме ничего не сказали? Потому что мы делаем маме сюрприз. Через неделю мы появимся и напугаем её. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а смотри, какая тётя сладкой ватой торгует. Сын, давай договоримся на берегу. Сладкая вата тебе, а тётя мне. Что бы ни получилось, как в прошлый раз, когда оба, как дураки, ломанулись к вате. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а к нам сегодня тётя Катя придёт? Нет, сын. Тётю Катю мы больше звать не будем. Потому что те мясные и алкогольные инвестиции, которые мы в неё вкладываем, обратно не возвращаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а что такое похмелье? Вопрос неожиданный, зато ежедневный. АПЛОДИСМЕНТЫ Представь себе, сын, что ты всю ночь ел мороженое. И утром у тебя очень болит горло. Но маленькая ложечка пломбира, и тебе снова хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а кто сильнее, ты или продавец кукурузы? Ты сегодня ел кукурузу? Ел. Вот и ответил на свой вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а почему у тебя нос разбитый? Потому что папа погнался за продавцом кукурузы, тот убегал, и папе пришлось надавать ему носом по ногам. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а почему здесь все голые? Особенно вон та тетя. Сын, никого не бойся, отдыхай. Солнце, море, пляж, бумажник неси. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но это же дядин. Тогда я сладковата, тоже дядина. Дядина-говядина, чтоб тебе, малыш, было веселей. Пап, а отгадай загадку. Висит груша, нельзя скушать. Можно. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что папа, видите ли, приносит домой мало денег. АПЛОДИСМЕНТЫ А почему папа приносит домой мало денег? Потому что часть денег уходит на тёть со здоровыми головами. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а почему нам отключили восьмёрку на телефоне? Потому что мы не богатые. Но, папа, у тебя какой? ХИТРЫЙ Правильно, поэтому папа вместо восьмёрки набирает две четвёрки. Пап, а зачем людям ноги? Чтобы при ходьбе туловище не стиралось об асфальт. Поэтому сейчас, своими ножками, совершенно не деформируясь, беги и принеси мне вон тот бумажник. Нет. Мы же отобрали тебе у девочки черепашку. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь и ты помоги отцу. Помни, кто не рискует, у того папа не пьёт шампанского. АПЛОДИСМЕНТЫ Папа, а почему ты пьёшь водку прямо из бутылки, а не наливаешь её сначала в рюмку? Потому что папе не нужны посредники. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а кто вон тот дядя с бородой? Этот дядя – бывший депутат Государственной Думы. И если, сын, ты принесёшь мне его бумажник, то папа купит тебе не только сладкую вату, но и сладкую жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, а что такое солнечный удар? Солнечный удар возникает, когда ребёнок долго стоит на солнце. Но это бывает только у невнимательных родителей, у тех родителей, которым наплевать на своего ребёнка. Но твой папа не такой. И поэтому ты сейчас лежишь, загораешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Наслаждаешься отдыхом. Скоро мы поедем домой. Ты должен стать совсем чёрным. Мы покажем тебя маме. А чем чернее ребёнок, тем меньше претензий к белому отцу. Пойдём, поклонился, взял стульчик и ушёл за сцеры. Давай. Продолжаем конкурс STEM. Новогодний утренник в детском саду. Слушайте, что за ужасный детский сад? Ну это кошмарка. А это разве утренник, а? Музыка из магнитофона играет. А вы слышали воспитательницу? Она же хамлон! Да вообще, я когда первый раз услышу... Да, так, бредя, я ну хорош в раздевалке греться. Обшли вон на теплотрассу. Мы вообще-то родители. А? Чё припёрлись? Утренник у детей. И у нас к вам очень много претензий. Почему, например, мой Лёшенька перестал отзываться на своё имя? Кто, Ливер, что ли? Имя ещё заслужить надо. Я считаю, что мой ребёнок в вашем саду вообще не развивается. Что значит не развивается? Он здесь эволюционирует. Он на меня вчера уже с палкой бежал. И вообще, как вы могли сказать детям, что Деда Мороза не существует? Матерком. Дети возьмут костюм Деда Мороза. Ну вы понимаете, они теперь больше не верят в Деда Мороза. Зато они прекрасно верят в говорящую коробку из-под холодильника. Из которой с самого утра винищем несёт. Да, Федя? Да, и, кстати, советую детей вам забрать сегодня пораньше. Почему? Потому что со сторожем мы планируем уйти отсюда попозже. Да, Федя? Второй стэм на этой сцене появляется команда из Томска. Каждая семья рано или поздно сталкивается с одной и той же проблемой. Дети взрослеют, и тут начинаются недетские игры. Мам! Ася! Мам! Ну что? Ну что, ну что? Ну что ты опять встал, ты мне спину дышишь? Ну что, ну что? Ну говори, ну что ты встал, ничего не говоришь? Ну говори, что ты мне хочешь сказать? Ну, 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 мать всё поймёт. Почему ты ничего не говоришь? Ну что ты мне хочешь сказать? Отцу всё рассказал, мне ничего не рассказываешь, да? Пришёл, и ничего не расскажешь. Просто стоишь и ничего не говоришь, понимаешь? Мать, нервничает очень сильно. Что ты хочешь мне сказать? Ну быстрее говори. Мама, я пойду на дискотеку. Ой, 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 ой. Сельце, печень, почки, мозолька. Ой, ой, ой. Что ты плачешь-то? Мать умирает, ты плачешь. И куда ты собрался-то? Я не знаю. Ты же весь грязный, я не знаю. Тем более, как ты поедешь на эту дискотеку? Выйду на улицу, поймаю такси и поеду. Да ты хоть раз таксиста-то вообще видел? Да, конечно. Хорошо, давай порепетируем всё, я таксист. Шеф! 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 Да я в законе, да я в законе. Радио, шансон. Куда поем? На дискотеку? А может, я прямо здесь морду набить? А ты москвич? Или за тысячу поем? Ва-а-а! Пипик, ва-а-а! Стой здесь, сейчас подъеду. Осторожно, моя машина едет назад. Осторожно, моя машина едет назад. Шеф! Чё-то не закрывается. Так ты дергай, ну. Ты дергай, 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 дергай. Надергался? У-у-у-у! Знаешь, мама, я не поведу на такси, я пойду пешком. Ой, ну и что ты будешь делать в этой дискотеке? Как что, мама? Буду знакомиться с красивыми девчонками. Ой, ты хоть раз видел там девчонок? У-у-у! Ой, да вы такой смешной. Ой, а пойдёмте к бару, пойдёмте. Минуточку. Бармен! Я бармен, минуточку. Вы знаете, что... Я же сказал, секундочку. Да, дайте, пожалуйста, подушечку Орбит. А не хотите ли коктейль за счёт заведения? Конечно. О, девушка, это вам. Вот. И в этот момент появляется её парень. Слышь. Ну-ка, 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 подошёл сейчас, ну-ка, 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 подошёл сейчас, вот сейчас подошёл. Да-да, смотри! Так, руку убрал. Я сказал, руку убрал, нормально убрал. Слышь, ну-ка, ты чё, моей девчонке коттель купил, что ли, а? Да. Купи мне, а! Куда ты купил? Шутка! Пацаны, у нас тут махачи, да? Это... Ты чё, офигел, а? Ты что, руку на мать поднял? Знаешь, мама, я не буду знакомиться с такими девчонками. Вот и правильно. Знакомься с самыми скромными и невинными девушками. Я такая скромная. Самоневинность, да-да-да. Вот, 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 вот. Давай, подкатывает, не подкатывает. Как подкатывает? А-а-а. Пип, 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 пип. Ага. А тебе ещё нужно пройти все испытания. Тебе ещё нужно дойти до дома. Всего три километра по лесам, полям и пустыням. И тут увидишь, как со всех сторон у тебя нападают неизвестные люди. Петя, коли, дима и вампи и враги им. И тут принимаешь единственное правильное решение. Бежать! Но штаны-то надо одеть. Хотел ты штаны одеть до позы, надел уже кто-то. Хотел в туалет сходить до позы, штаны уже надел. И ты, как нормальный здоровый человек, зовёшь кого? Маму. Нет! И спасай! Ты выходишь на подиум, весь с медалей. Тебе вручает кубок и корм Чапи. Ты такой молодец. И ты берёшь Оскара. И я беру Оскар. И давай, дайте Оскар, что он там стоит. И все падают на колени и говорят, ой, великий мамин сын, скажите нам что-нибудь. Ты открываешь рот на за уши и говоришь. Мама, я не пойду на дискотеку. А я скажу. А пусть мама услышит, пусть мама припевает. Пусть мама у меня и припевает в твой город. Людка ты возьмёшь на дискотеку. Друзья, друзья, каждый раз Латвия нас удивляет. Недавно мы узнали, что у вас нельзя ездить на велосипеде без прав. И пьяным нельзя ездить на велосипеде. Возникает вопрос, зачем тогда вообще он нужен, этот велосипед? Согласитесь, все дети любят сладкое. А теперь давайте представим себе такую ситуацию. Детский творческий коллектив «Кукушечка» перед выступлением чисто случайно съел коробку конфет с коньяком. Хорошо-то как! Музыкал, давай громче! Стоп, что вы наделали? Шухер, Светлаза, Геннадьев, на! А-а-а-а! Стоять! Идите сюда! А-а-а-а! Ваня, что с тобой? Мне уже семь лет. А я ещё ничего не достиг. Что с Пашей? А где Паша? Паша! Паша! Да я Паша! Что с Пашей происходит? А что с тобой происходит, Паша? Чё я так драться-то хочу, а? Паша, драться плохо. Светлана Геннадьевна? Да. А у вас есть парень? Обухов. Ваш парень Обухов! Кожома? Теперь кожома? Вот вы, бедренная! Ха-ха-ха! Полежать! Я хочу полежать! Ну почему я не могу лечь? Вы-ка пойти мне ямку, а? Так, вы в таком виде на сцену не выйдете. А я давно говорил, что у нас костюмы уродские. Ваня, солнышко, что ты такое говоришь? Я не солнышко, я свинья. Вы что не понимаете, что вы в таком виде выйдете на сцену, меня уволят? Светлана Геннадьевна, Свет, Пашиненко, Пашиненко, давай работать. Делайте, что хотите. Нашу? Нашу. Мы все живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да мы все живем для того, чтобы завтра сдохнуть. В детстве у каждого из нас были свои любимые игрушки. Но у всех они были разные. Итак, по мотивам фильма «Игрушка». Представьте, олигарх купил своему сыну целую команду КВН. Спросите у любого на треском бульваре. Кто лучше всех танцует в твисты рок-н-ролл? Скажите, кто хотеть канадцам проиграли? На это каждый ответит. Каждый ответит. Конечно, наши. Стой, папа. Достаточно. Думаю, договорились. Вы присмотрите за моим сыном на выходных. Я помогу с финансированием. Сынок, если что, звони папе. Кстати, в ваших интересах, чтобы он мне не звонил. Продолжение следует... Пока, папа! Равняйсь мирно! Забудьте все, чему вас учили законы Российской Федерации! Мы что, в Турцию летим? Молчать! Как зовут? Ваня. Теперь ты не Ваня. Теперь ты рядовой Вонючка. Понятно, кто ты? Понятно, кто ты? Я спрашиваю. Рядовой Вонючка. Громче мне не слышно. Не ты, а ты. Рядовой Вонючка. Громче! Рядовой Вонючка. Я не слышал! Рядовой вонючка, сэр! Теперь тише! Рядовой вонючка! Теперь нараспев! Рядовой вонючка! Теперь как Серов! О, это чудо! Я рядовой вонючка! Молодец, рядовой вонючка! Я что-то смешное сказал! Солдат, ты знаешь, где находится печень? Нет, сэр! Вот здесь! А ты, солдат, знаешь, где находится печень? Да, сэр! Молодец! Теперь ты! Как зовут? Вика! Моя армия не местная девчонкам! Теперь ты рядовой Сергей! Понятно? Так, кто сейчас, сэр? Как тебя зовут, солдат? Рядовой Сергей, сэр. Что-то в тебе есть, рядовой Сергей. Я вам устрою, у вас земля под ногами гореть вы будет. Вы у меня в сауне стоя спать будете. Откуда ты, сынок? Из Краснодарского края, сэр. В Краснодарском крае живут либо овощи, либо комбайнеры. Что-то я не вижу здесь комбайна, овощ. Рядовой кинь, шаг вперед. Кап, ты у меня землю жрать будешь, это ты в прихожей натоптал? Да, сэр. За мной, рядовой кит, кто в прихожей натоптал? Кит в прихожей натоптал. Хоть что происходит, мой нос сломал. Да, успокойтесь, это всего лишь навсего вредный мальчик. Сейчас мы с ним пару часов поиграем в подвижные игры, и он устанет и уснет. Сейчас что делать? Что делать? Пойдемте в детскую, возьмем детские игрушки и начнем его развлекать. Пойдемте. Да подними выше, мне неудобно мяч. О, индейцы. Хау великий вош. Хау, огромный валанчик. Перестань, это не валанчик. Скажи нам, о великий вош, зачем ты ограбил почтовый экспресс? Я филателист. Кстати, а что это за груда камней? Это могила моего деда. Как умер твой дед? Его завалило камнями. Прощай, великий вош. Прощай, огромный валанчик. Мальчик, мальчик. Что, огромный мужик? У нас для тебя подарок. Песня. Девочка красивая в городе жила. Очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник. И за эти записи сядет трудовик. Я сейчас папе позвоню. Что? Новый. Хозяин. Надо. Вы кто? Двое из ларца одинаковых с лица. Что-то вы не похожи. Мы из разных ларцов от разных отцов. Мне не нравится. Сейчас я папе позвоню. Позвольте, мальчик, не звони. Смотри, что я нашел. Цесарочка. Мальчик, а хочешь я тебе добрую сказку расскажу? Добрую не хочу, хочу злую. Ну слушай, злую. Жили-были дед да бабка. Ну там дед бабке случайно палец отрубил. Ну они его выкидывать не стали. В тряпку завернули и спать пошли. Ну вдруг че? Утром проснулись, кинулись к тряпке. Думали, там мальчик с пальчик будет. Но суровые жизненные реалии были приближены к бабке и деду. Развернули они тряпку, а там бабкин палец. Что страшно? Папа! Цесарочка. Вау! Я понял, че я хочу. Я хочу играть в супергероев. Яша, пойди переоденься в Человека-паука. Да не таких супергероев. В реальных супергероев. Папа! Это кто? Я человек-пенсия. А я человек-потребительская корзина. А че это у вас, Человек-пенсия, меньше, чем человек-потребительская корзина? Мне пообещали, что после Нового года я вырасту на 2,5% по сравнению с тем же периодом за прошлый год. Я не понимаю, че он говорит. Подожди. Подожди, мальчик. Давай в самураев поиграем. Ну а, самураев. Че-то ты не похож на самураев. Эй, 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 мальчик, ты че делаешь? Мальчик, прекрати. Перестань, мальчик, ты че, с ума сошел? Да хватит, я тебе говорю, мальчик. Да хватит! Мальчик, нельзя так обращаться с живыми людьми. Да я щас папе позвоню. Подожди, не звони. Пусть звонит, Коль. Он дошел, ты не позвонил вообще. Да подождите, стоп. Хватит. Мальчик, тебе в жизни все слишком легко достается. Пойми, твой отец не всегда будет рядом с тобой. Когда-нибудь ты вырастешь, тебе придется работать. Вон у меня дядька в Армавире памятник Ленину каждый день со шланга поливает. Чтобы вы не уволили, рядом голубятню завел. Дед до 95 лет в цирке канатаходцем проработал. Последние 10 лет вообще на костылях по трем канатам ходил. Добрее нужно быть, мальчик. Послушай, мальчик, напоследок хотелось бы тебе несколько советов от нашей команды дать. Ну, чтоб ты знал, как правильно в жизни приоритеты расставлять. Ну, во-первых, всегда будь на расслабоне, как наша команда в прошедшем и этом сезоне. В детстве можно не задумываясь мечтать. И кажется, весь мир можно объять. Сталкиваешься с серыми буднями и понимаешь, что мечта уходит. Но не пытайся быть как все, ты же сильный, иди смело к своей мечте. Мы в детстве о чем-то сильно мечтали, мечтам доверяли. И с детства неси с собой свои тайны, однажды случайно. Мечта станет явью детство, детство, детство. Алло, па, можно они у нас еще на недельку останутся? Я из них эту дурь выпью, папа, равняйсь! Смирно, на поклон! За твой рот! Ай, боже мой! Конечно, каждый школьник всегда очень нервничает, когда его родители возвращаются с родительского собрания. А я пропылесосил. Что делаешь? Я истор... Сейчас отец придет, он тебе устроит. Гребаный завод! Откуда столько придурков на один квадратный метр? Всем бы руки поотревал! Мать, что на собрании сказали? Мама! Курит он. Кури давай! Кури, я тебе говорю! На! Поджигай! Не хочешь? Значит, и месяц у меня будешь без интернета, без мобильного телефона, еще без телевизора! Я тебе все устрою! Степ и ко! Фитнес по студенческим. Фитнес по студенческим это не обязательно спорт. Иногда это просто праздник. Ну, чего лежишь, дуешься? Ну, дуешься, дуешься! Видите ли, кафе ему дорого. Дорого? Пускай сын с друзьями дома день рождения празднует. Вот теперь слушай. Ну, тебя же слушаю. О, еще кто-то пришел. Союрка! С днем рождения! С днем рождения! Че ли им не мешать? Алло, Зай, привет! Да тут так тухло вообще прям! Да какой карнавал ты че? Да не о чем! Да какие девчонки ты че вообще? Ты посмотри на него! Да ты раньше такой же был! Че, прям такой же? Такой же. Прям такой же? Такой же. Мы в жизни у тебя целуемся. Перед встречей каждый раз волнуемся. Мы расцепляем. Ой, занято уже. Слушай, сделай потише. Юрка, мы хотим пожелать тебе, чтобы отец не узнал, что ты поцарапал его машину. Тихо, 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 тихо. Хотим, чтобы ты восстановился в институте. Тихо, 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 тихо. И хотим, чтобы... Вы что сделали? Это был папин подарочный коньяк. Ща им покажу. О, мужик в пижаме. Мужик до дна, до дна, до дна. Да, молодец, мужик. Возвращайся. Я им показал, кто в доме хозяин. Пацаны, тут драка. Где? Где? Ты посмотри, а? Ты посмотри, с кем наш сын шляется. Это все из-за того, что ты плохой отец. А если на то дело пошло, ты тогда тоже плохой отец. Я вообще-то мать. Ну, отец-то ты плохой. Ну, в чем дело, Юля? Я тебя не понимаю. Игнат, не трогай меня. Я видела, что ты с Оксанкой целовался. Да ты неправильно меня поняла. В смысле я тебя неправильно поняла? Слушай, давай успокоимся, поедем ко мне и поговорим. Не соглашайся. Нет! Скажи, что ты ее любишь и жить без нее не можешь. Я люблю тебя. Скажи, что ты ему не веришь. Я тебе не верю. А что там все? Дорогая, поехали ко мне. Возьмем бутылочку вина, сядем возле камина, включим самую романтическую музыку и расслабимся. Ну, не знаю, я бы поехала. Так ты тогда и поехала. А я не такая. Ладно, поехали. Ух ты, у меня самое лучшее. Невозможно, брок. Кошмар какой. А, прячьтесь в дальнюю комнату, милиция приехала. Так, вы что тут устроили? Шумите после 11. Соседи жалуются. А это не мы. Мы вообще уже спим. Короче, последнее предупреждение. Все, уехали. Вы бегайте. Продолжение. Тихо, 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 тихо. Ты-то куда? Хотел показать, кто в доме хозяин. Слушайте, а поехали в ночной клуб. Я вас догоню. Мама. Ты спишь? Угу. А папа спит? Спит, спит. Папа, отдай ключи от машины. Ты оборзел! Ай, 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 ай. Ты посмотри на себя. Да я в твои годы. Такой же был. Ну и тогда поехали с нами в клуб. Поехали. Стойте. А наш следующий номер, как пьяный батя. и веселый, и жизни учит. Итак, представьте, мать нашла в куртке у сына пачку сигарет. Наш сын курит. Полюбуйся. А ты красивый. Идиот, поговори с ним. На. Помню, в стрибаре сижу. Никого не трогаю. Но это не моя инициатива. Правила у них такие. Бать, давай по делу. Ладно, помню тоже. Батька спалил меня на рыбалке, что я курю. Говорит, кури при мне всю пачку. А ты чё? Ну я чё, взял, курнул. Он говорит, ты дебил. Как я теперь три дня без сигарет буду сидеть? Вот ты куришь, поэтому у тебя и девушки нет. Вообще-то у меня есть девушка. Ну правильно, ты куришь, ты крутой парень, поэтому у тебя и есть девушка. И вообще, откуда ты берёшь деньги на сигареты? Ты мне сам даёшь. Под каким предлогом? Бать дай денег на сиги. А, так сиги — это сигареты? Я думал, это остров в Тихом океане. Я думал, ты на него копишь. Потом меня туда перевезёшь. Ладно, если серьёзно, ты в курсе, что мужчина, который курит? Бать, зачем ты мне на ухо господа офицера поёшь? Да слушай, там дальше припев. Я узнала, он ещё и пьёт. Не, мать, ты чё, я второй раз такую красивую речь не толкну. Когда ребёнка не с кем оставить, родители часто берут его себе на работу. Копай. И ты копай, моё солнышко. Пап, мне скучно, когда дядя начнёт плакать. Когда я у него лопатку заберу. Так он же себе новую купит. Не купит. Дядя забыл, где у него деньги лежат. Женщина. Это другой лес. Совсем недавно российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые в истории стал чемпионом UFC. Тем самым, сделав этот спорт популярным в России. Итак, представьте, отец привёл сына на секцию по смешанным единоборствам. Всё, молодец. Отдыхаем 15 минут. А что это за парень, о котором треский шорох вышел и готовый разбереть? У пола пыли порт. Здорово, командир, хочу сына на твои бои устроить. Вот снился. Снилс не нужен, нужны деньги. А купите снился. Нет, идите отсюда. Да вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Он у меня любой удар может выдержать. Прям любой? Смотри. Малой, ты приёмный. Держись. Держись. Пожалуйста. Слушай, одно одолжение. Вы только его по башке не бейте, а то он у меня забывает, как глотать. Сейчас помнишь? Молодец. Нет. Ну, пожалуйста. Здорово, Ген. Здорово. Здорово, пацаны. Папа, откуда ты их знаешь? Ах, били меня. Идите отсюда. Что, не будет драки? Представьте, обычная семья, сын привёл домой девушку. Алин, вот здесь я живу, вот моя комната. Блин, похоже, папа вернулся. Слушай, ты не пугайся, просто он у меня старых устоев. Сына, невесту привёл. Хоть бы предупредил, я бы рубашку вело одел. А мы тут с Валеркой... Валерка. Валер, чего там в синях стоишь, дверь подпираешь? Давай заходи. Ну, а мы с Валеркой сидим на заводе, думаем, А чё на заводе-то чертежи чертить? Можно же жить домой, да? Можно же дома почертить, ну? Пап, а это Алина. Здрасте. Видишь, девочку привёл. А мы переживали, гей-не-гей на сотку. А он эту историю свою смешную рассказал, ну? Как он маленький, стоит и в колготке. Прудит, 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 прудит. А там мамкин лук, ну? Пап, да ладно, чё ты? Валера, мой друг, не узнаёте? Да вы что, он же звезда. Его в дорожном патруле показывали. Его, между прочим, Лексус сбил. А откуда, Алина? У меня вообще польские корни. Серьёзно? А у нас тут твой родственник. Польские корни туры, тебе обними, ну? Может, твой папка делал? А кем Алина работает? А я ещё учусь. Ну, а работает кем? Ну, я мерчендайзером подрабатываю. Мерчендайзером? Ну, главное, стаж идёт, да? Ах, да, сынок. Иди чертежи в морозилку положи. Алина, а папа кем работает? А мы вдвоём с мамой живём. Серьёзно? А мама на тебя похожа? Да. Валерка, ну как тебе это? Валера, ну ты чё? Папа! Сейчас, сына, ну ты как-нибудь развлеки, даму-то. О, господи, Валера, опять заклинило. Есть шпилька, а? И вполне можно конкурс STEM как бы на двоих разделить. И потому... Впрочем, смотрим. STEM, Пятигорск. Новый год, весёлый семейный праздник. Итак, 31 декабря, обычная российская семья, каких миллионы? Пап, а почему ёлка зелёная? Молодец! Задавай умные вопросы, получай умные ответы, чтобы вырасти и стать таким же умным, как кто? Как папа. Пим! Пап, а почему ёлка зелёная? Молодец! Повторение, мать учения, загрузил, поумнел, молодец. Пап, а почему тебя не было семь лет? Потому что папа был где? В Сибири, где тренировался валить ёлочки для кого? Для сына. Уй! Пап, а почему ты маме на Новый год подарил только один правый сапог? Ну, папа не виноват, что на витрине в магазине стоит только правый сапог. Скоро, да, скоро папа достанет маме ещё один правый сапог. Нога у мамы молодая, изменит направление. Слоника. Пап, а сколько мне лет? Тебе вот лет. Ну, мне же больше. Молодец, подметил, но с годами у папы на руках больше пальцев не становится. А носки наш папа снимать что не любит. Пап, а почему все говорят, что я похож на тебя, а когда я отражаюсь в ёлочной игрушке, то я похож на маму? Молодец, задавай глупые вопросы, получай умные ответы. Папа тебя не бросит. Папа не бросил пить, не бросил курить. Пить тебя не бросит. Папа всех вас любит. И тебя, и пить, и курить всех. Папа, а что такое презервативы? Вот. Вот если бы папа знал ответ на этот вопрос, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Папа, а сколько ты зарабатываешь? Молодец. Дец как мало. Папа, а почему ёлка зелёная? Молодец, настырный, получи ответ. Видишь на небе семь звёздочек, это медведица. А видишь там восемь, это медведь. Папа ответил на твой вопрос? Нет. Зато папа пошутил. Пап, а помнишь, ты обещал мне сходить в зоопарк? Папа обещал, папа сходил. Папа, а почему у меня ухо два, а рот один? Понимаю, твоё недовольство. Кстати, где ты? Пап, а ты в школе дрался? Конечно, дрался. А ты всех побил? Конечно, всех. А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу? Молодой, что папе такие вопросы задавать. Пап, а почему ты ходишь в сауну с друзьями каждую неделю, когда можно и дома помыться? Молодец, папа так и делает. Ходит с друзьями в сауну, а моется дома. Пап, а ты в армии был? Ответ на этот вопрос найдёт только внимательный сын. Посмотри, как папа твёрдо и уверенно стоит на табуретке. Разве можно с таким плоскостопием быть в армии? Конечно, ну конечно, ну конечно, да, сказал военком, и папа устремился. Пап, а кто президент России? Ну, сынок, стыдно не знать. Пап, что с тобой? Стыдно. Пап, а когда мы пойдём домой? Мне уже холодно. Молодец. Подожди немного, сейчас папа нарядит ёлочку, потом срубим её и уже наряженную понесём домой. Пап, а почему здесь на стене написано Суслов, Каменев, Кру? Молодец. Но только тихо. Потому что если будешь громко, то папа не будет ещё 7 лет. А если всплывут правые сапоги, то возможно и 9. Пап, а что это за звуки? Это люди, они идут праздновать, пойдём и мы. А до метро далеко? Мало времени. Молодцы. Мы с вами наблюдаем за ходом.